короче мне написала на ватсап компания бейкер мейкер декоратор пряников там по-моему с девяти до шести или до восьми три через три или как там короче там рисуют при разрисовывают пряники я спросил ну короче говорят что пол не важен приглашают меня на собеседование ну я согласился здесь на складе все очень неоднозначно сложно бы я хороший работник меня там благодарят эти водители которые приезжают там анвару помогал сказал спасибо тебе нормально все получается только есть одна такая ситуация что когда баха как ну что-то короче я у меня руки трясутся и я теряюсь туплю и но не могу короче мне не получается работать он короче как бы наверное это называется проблемы с контролем гнева но это фильмах там только такое говорят но он там типа себя называет что у него горячая кровь в общем он как сказать когда чё-то там ну когда чё-то ему не нравится он орёт там сразу короче там как бы он с одной стороны я могу предположить что он так на меня давит чтобы я уволился но с другой стороны он не хочет чтобы увольнялся он там сказал ну я там просто на складе душно и жарко я там кружку ставил в холодильник с водой чтобы охладилась дополнительно он сказал он короче негативно отреагировал на это сказал что ты заболевать ну если так моим языком сказать то он сказал что ты заболеешь поэтому не надо пить холодную воду но он сказал совсем по-другому он сказал что он меня убьет там будешь пить холодную воду там заболеешь что-то там я тебя убью там такое такая как-то вот так ну короче он как-то слишком жестко ну короче сначала говорит ну короче очень жестко там весьма а потом через какое-то время там так тихо говорит типа потом что ничего у всех бывают ошибки там все поначалу ошибаются ну со вчерашнего дня он более жестко стал как-то у меня гнать ну у меня короче вот конкретно с ним не получается работать а ну у меня короче сегодня а там там еще вот такая ситуация была что в общем анвар пошел молиться эти там сидели и баха ушел и типа что я сидел и ногой якобы задел провод и интернет отрубился но на самом деле я не задевал провод но вот короче такая неудача и я виноват типа ну вот например когда я работал дворником у себя в городе там все хорошо получалось и не было никаких проблем ну а если бы я работал с таким как бы как баха то я бы не смог там работать у меня бы все выпадало из рук и плохо получалось ну там короче невозможно ему объяснить что я аутист там еще что-то подобное я себе как самолет низко летит самолет близко летит а что у меня в правой ноге боль возникла такая острая не знаю может из-за нервов или из-за спины фиг знает но такого еще не было еще я узнал что на ну на этой работе выплачивают не один раз в месяц а два раза в месяц 5 5 августа и 20-25 5 выплачивают за первые пятнадцать дней прошлого месяца а 25 за ну вторую половину прошлого месяца ну там короче если я допустим уволюсь я не знаю как мне там это сказать поговорить я могу устроиться в вазон там новая точка открывается меня приглашают либо декоратором пряников а что сказать начальнику почему я увольняюсь может но я не знаю может сказать что у меня не получается я нашел работу в дневную смену понятно что я не буду говорить что я увольняюсь из-за бахи это абсолютно без ну это ошибка это бессмысленно никому как бы не важны мои особенности какие-то и наоборот если если говорить о своих особенностях это приведет приводит к проблемам вот в чем суть так что лучше об этом вообще не говорить ну там короче он просто например одна из ситуации он просто короче орет саша там саша орет и как бы так нагибается со всей силы орет короче нагибаясь как-то я короче вообще не понимаю как на это реагировать ничего кроме страха я не испытываю ну и фото недоумение фиг знает ну там он спрашивал ты больной там аутизм и что я сказал но я был у врача я сказал правду что я был у врача и он сказал что да я аутист есть аутизм но он сказал на это что не невозможно там ну он считает что аути ну как бы что аутисты это только те кто вообще там не говорят не могут говорить и так далее говорит ты нормальный там ну и всякие разные и вот эти ребята нормальные всякие разные жесткие неприятные вещи и говорит вот это ребята дневной смены такие спокойные нормальные с ними бы я смог работать просто для меня пойти на увольнение это такой шаг социально социально сложный я не знаю как там чё говорить к чему это приведет как об этом сообщить и и ну вот анвар нормальный с ним получается работать короче хоть он и не русский он как бы не говорит на русском вообще фактически ну или немного говорит ну на вот сейчас понедельник по моему да на этой неделе мастер-класс намечается рисование мелками на наждачках для частного по моему садик или что там на марксистской ну короче баха вон такой не сдержанный как бы фиг знает дам так как бы мягко говоря сегодня сегодня еще в ночь иду 3 подряд но